Всем привет! В этом видео я расскажу историю Иннадзумы. Видео про Ли Юэй и Манштадт есть на моем канале. Посмотрите их тоже. Большое спасибо за внимание. А теперь приступим к истории Иннадзумы. Начнем с нового мира. Спустя 400 лет после появления изначального, регион экономии был частью единой человеческой цивилизации, охватывающей весь мир. Второй Небесный Трон, война между Изначальным и Вторым Пришедшим опустошает небеса и землю. Энкономия падает в глубины океана и отделяется от поверхности мира. Эра Божественного Посланника. Энкономия. Народ Энкономии сталкивается с дракононаследниками глубин, бишопами, бежавшими в океанские глубины после того, как изначально победил 7 гластелинов Старого Мира. Поскольку в океанских глубинах не было света, у бишопов было большое преимущество. Изторот, неумирающий ветер и, предположительно, одна из четырех сияющих теней изначального, является единственной, кто не покидает людей Энкономии, поскольку они могут обнаружить ее неумирающий ветер из глубин океана. Мудрец Абераку, первоначально известный как Абракс, строит Данити Микоши, которого он называет Гелиос, создавая искусственный свет, чтобы отогнать вишопов. Считается, что Эстарот наделила Абракса мудростью. Спустя год после постройки Данити Микоши, люди пытаются найти путь обратно на поверхность, но не могут. Они интерпретируют это как запрет изначального, и то, что это означало, что изначальный победил второго пришедшего. Неизвестно, в каком году заговоры коррумпированных дворян манипулируют Энкономией, заставляя их поклоняться до Данити Микоши как богу, и выбрал ребенка, чтобы он стал детям Солнца и правил землей. Дети Солнца были марионеточными правителями, контролируемыми этими дворянами. Абракс, а позже и Спартак Супада Нохико выступали против испорченной знати, только для того, чтобы быть заключенными в тюрьму Детями и Солнца. Другие острова Инадзумы Цивилизация на острове Цуруми была построена и имела связь с Селестией. Подобная цивилизация была обнаружена под островом Сейрай. Неизвестно, в каком году, в районе, который сейчас находится к северу от горы Його, на острове Наруками, в королевстве, построенном на пирте, был жлупый правитель, который хотел построить высокий сад в честь белого дерева Сакуры. Королевство было смыто наводнением. Неизвестно, в каком году, великая наводнение опустошило землю, оставив лишь несколько островов. Этими островами, вероятно, являются остров Наруками, Канадзука, остров Йошиори, остров Сейрай и остров Цуруми. Остров Ватацуми был создан Арабаши, ближе к концу войны архонтов, поэтому его еще не существует. Доархонская война Неизвестно, в каком году, тануки, существа, обитающие в Инадзуме, развиваются и обретают разум. Китсуны эмигрируют с материка Таиват и пытаются колонизировать острова, спровоцировав войну между тануки и китсуны за контроль над Инадзумой. 1600 лет спустя война тануки и китсуны наконец-то входит в концу. После 1600 лет сражений, после переговоров и перемирий, тануки отказываются принимать поражение в войне, но уступают гигантскую громовую сакуру, вероятно священную сакуру китсуны. В ходе войны постоянные трансформации и уловки тануки и китсуны приводят к тому, что члены обеих групп запутываются в своих первоначальных идентичностях и привязанностях. Это привело к появлению человека. Остров Цуруми Неизвестно, в каком году, неизвестным образом гибнет цивилизация на острове Цуруми. Также, в неизвестном году, бог-орел, известный как громовая птица, замечает покрытый туманом остров Цуруми и решает поселиться там. В какой-то момент с неба падают объекты, один из которых приземляется на острове Цуруми. Это временно рассеивает туман, но позже туман возвращается с еще большей силой. Люди на острове начинают собирать выпавшие перья громовой птицы и поклоняться ей. Но бог мало о них думает. Люди научились использовать маушира, чтобы находить друг друга среди тумана. Боялись бога-орла и поклонялись ему. Однако громовая птица не обращала на них внимания, считая их ничем не отличающимся от других животных. Война Архонтов. Примерно 2000 лет назад. 2000 лет назад боги и близнецы Райден Макота, Бал, и Райден Эй, Вильзевул, убивают всех других богов в регионе Инадзумы. Эй, хотя и более сильный боец, считает, что Макота лучше подходит для роли Архонта и жертвует своим телом, чтобы Макота могла вознестись к Селестии. Макота становится первым Электроархонтом, богом мимолетного мхновения. Макота использует свои новые силы, чтобы вспомнить божественную волю Эй и перековать ее тело. Эй становится ее Кагимушей, то есть воином тенью. И у большинства людей в Таевате создается впечатление, что был только один бог Бал, также называемый на руками Агоша Райден или Райден Цегун. Примерно 2000 лет назад Арабаши бежит из неизвестного региона в страну Беку-Якоку, в частности в Утробо-Змейе, регион Венканамии. Он оставался там некоторое время, пока ребенок из подземной нации не нашел его и не попросил стать их богом. Вместе они боролись с правлением Солнечного Детя и одержали победу, после чего он стал известен как Арабаши Нумикото или Мататсуми Амиками, великий бог океанов. Предполагается, что запреты, наложенные изначально, должен был быть ослаблен, что позволило Арабаши попасть в Яку-Якоку. Предположительно, Арабаши некоторое время оставался с людьми, прежде чем вывел их обратно на поверхность. Он использовал свою силу, чтобы поддержать Данити Микоши, чтобы иметь более сильный след и устранить угрозу драконьего наследника Губин. Он также руководил исследованиями драконо-наследник, теперь называемых Вишапами Губин. Божественная Жрица была выбрана среди морских дочерей, собиравших жемчуг и, вероятно, была родоначальником клана Санганамия. Другие кланы, такие как клан Юна, также произошли из Инганамии. Люди Арабаши адаптировали свой народ и язык к культуре на руками, чтобы подготовиться к новой жизни на душе. Арабаши создает остров Батасуми из коралла, выросших из его тела, что позволяет им снова жить над поверхностью, как в частях Тепелага и Надзумы. В последний день Инганамии перед тем, как люди переселились на поверхность, прибыли посланники из Каэнриа вместе со Стражем Руин и украли книгу «Перед Солнцем и Луной». Книгу, на которую Арабаши лично наложил в запрет. Антей сражался с ними и предотвратил потерю книги, но также был ранен. Люди Арабаши называют эту землю Санганамией, а себя кланом Санганамия. Они начинают называть Бьякуякоку, то есть Инганамию, чтобы противопоставить ее Санганамии. Неизвестно в каком году, Китсуны Сайгу родилась в землях Хакушин. Китсуны Сайгу и Бакедануки Иарой часто соревнуются друг с другом. Однажды Сайгу решает обмануть Иарой и Бал одновременно. Она бросает вызов Иарою, чтобы тот вырвал сорняк Наку из садов Тэншукаку. Когда Бал ловит его на месте преступления и чуть не убивает за это, Сайгу приходит ему на помощь и убеждает Бал не только пощадить его, но и поставить его под свое командование в качестве скрытого защитника рощи. Защитник Алиаса Чинджу. Неизвестно в каком году священная Сакура вырастает из ее тела после ее смерти. В этот момент дерево не имеет листьевого вида. Настоящая священная Сакура не была посажена до настоящего времени. Разработан ритуал, включающий поклонение как Райден Сиогун, так и Арабаши. Этот ритуал должен быть выполнен до начала любого другого ритуала. Ритуал очищения священной Сакуры также был разработан в какой-то момент, предположительно после вышеупомянутого ритуала. Громовая Сакура, высаженная на острове наруками, использует ветви священной Сакуры и части собственного духа Электроархонта. Чтобы поглощать нечистивую энергию из земли на всей территории Надзумы. Примерно 200 лет назад, после того, как бесплодная земля острова Вататсуми привела к годам голода и болезней, Арабаши неохотно соглашается с планом народа Вататсуми по вторжению и завоеванию части острова Ешиори. Между Вататсуми и Симунатом наруками во главе с Эй вспыхивает жестокая война, которая заканчивается убийством Арабаши. А главные фигуры Вататсуми либо мертвы, либо пропали без вести. Основные фигуры на острове наруками, кроме Эй, Великий Тенгу Сасаюри, лейтенант Эй. Он умер в элит во время битвы, вероятно, против Акуа, который искал радостные дуэли против него. Основные фигуры на острове Вататсуми, кроме Арабаши. Жрица Моун была особенно известна в вене китов клана Юна и воспользовалась помощью огромного кита. Она обучала Акуа и была близка с ним. Во время войны она и ее киты попали в засаду и были убиты подчиненными Сасаюди, а их тела были увезены Сюгнатом. Умиго Зен и Аяме, сестра-близнец Моун, она была генералом флота Вататсуми и исчезла в разгар битвы. Ее судьба остается неподтвержденной. Вице-король Востока Акуа, также известный как Тузано, был найден в Сироттое и взят Арабаши, а позже обучался у Моун. Он покорил одну из гор на острове Яшиори, которую жители в Ататсуми называют Тузан, Восточная гора, и построил на ней поместье формирования. В конечном итоге он был убит вместе с Арабаши, когда Эй использовала свою высшую технику, мусоуно хитатачи. Некоторые считают, что Арабаши участвовал в этой войне, несмотря на предсказания о ее неизбежном провале, по приказу Селестии. Выяснилось, что поскольку Арабаши контактировал с людьми Энкономии, и Арабаши и Вататсуми в целом были признаны виновными по четырем пунктам обвинения в богохульстве и восьми пунктам обвинения в обмане живых душ. Арабаши было позволено взять на себя все их проступки и пожертвовать собой, чтобы его народ был пощажен и снова попал под власть Селестии. Татаригами предположительно появился после смерти Арабаши на острове Яшиори. Люди Инадзумы создали обереги, расположенные внутри трех столпов на руками, чтобы подавить душу Арабаши, тем самым подчинив Татаригами, в то время как стражи Яшиори во главе с кланом Китаин также взяли на себя бремя под давление Татаригами. Остров Цуруми Примерно 2600 лет назад Ру родился среди жителей острова Цуруми и готовился к участию в ритуале громовой птицы. Во время практики своего пения громовая птица подслушивает его и очаровывается звуком его песни. Ру попытался подружиться с богом и дать ей имя Канна Капацири, так как громовая птица забыла свое собственное имя. Они пообещали встретиться снова в будущем. Однако по мере того, как ситуация на острове ухудшалась и многие островитяне ухотели только для того, чтобы никогда не возвращаться, так что люди восприняли это как знак того, что они не умерли, хотя на самом деле они поселились на других островах Иннадзуру. Ру вызывался принестись в жертву, веря в то, что это порадует громовую птицу и вернят пропавших без вести. Вместо этого она приходит в ярость, увидев его смерть, рассматривая его жертву как убийство невинных и нарушенное обещание, и в ответ разрушает территорию и убивает все племя. Чтобы снова услышать пение Ру, она использует свои силы, чтобы вызвать расстройство силовой линии, в результате чего весь остров постоянно переживает свой день разрушения. 1500 лет назад громовая птица летит на остров Сейрай, где ее убивает Райден Эй. По всему острову установлены обереги, в том числе один в храме Асасы, чтобы сдерживать силу громовой птицы. Постархонтская война между двумя тысячами и 500 годами назад. 2000 лет назад война архонтов подходит к концу. Поскольку последнее божественное место в Селесте занято, чтобы укрепить позиции первоначальных членов Семерки, побежденные боги, отказавшие жить под властью Семерых, бежали на остров Темное море, где стали злыми богами. Неизвестно в каком году неизвестный ее автор новых хроник шести Китсуны родился в землях Халкуту. 1500 лет назад Ханна Капацири была выслежена и убита как у чудовища на острове Сейрайден Эй, которая рассматривала громовую птицу как препятствие для прогресса. Останки ее силы были запечатаны в храме Асасы, где они образовали сгусток сожаления, известный как громовое проявление, громовое бедствие. Неизвестно в каком году Китсуны Сайгу переезжает из земель Хакушин великий храм на руками. В какой-то момент времени Китсуны Сайгу побеждает великого Тенгу в соревновании, и после этого великий Тенгу становится ее телохранителем. Неизвестно в каком году Китсуны Яй Мика родилась в землях Хакушин. В конце концов, она переезжает в великий храм на руками из-за восхищения Китсуны Сайгу до катаклизма примерно 500 лет назад. Неизвестно в каком году Микоши Нагамаса принят в клан Микоши с Они Микоши Тьё. Неизвестно в каком году Асаси Хибики переезжает из святилища Асаси в великое святилище на руками, чтобы пройти обучение. Асаси Хибики, Микоши Нагамаса и Камуна Харуноске проходят обучение у Його Тенгу и впоследствии становятся известны как Трое из Його. Хибики изучают истинную магию у Тенгу. Неизвестно в каком году Такамины Рассекатели Тумана вызывают великого Тенгу на дуэль, которая заканчивается ничьей. В обмен на лук Тенгу громовой пуль Такамины становятся ее судьбой на несколько лет и проживают в великом святилище на руками. Он учится и к стрельбе и звука и киктованию и сам становится известным киктовальщиком. Чувствуя, что его навыки стрельбы и звука будут потрачены впустую, он обучает Хибики своим приемам. В неизвестном году Кицуны Уракусай пишет оригинальные хроники шести Кицуны. Примерно 500 лет назад Уракусай делает что-то, что сильно злит Кицуны Сайгу, заставляя ее изгнать его. Что он сделал уже не ясно, но это может быть связано с вторжением Бездны в Тейвад во время катаклизма. После изгнания Уракусай Кицуны Сайгу перемещается из великого святилища на руками в Теншу Каку, готовясь к атаке Бездны. Катаклизм 500 лет назад Монстры из Бездны вторгаются в надземный мир Тейвата, вызывая широкое опустошение. Жители Тейвата приписывают создание этих монстров великому грешнику Голду, также известному как хозяин и мать Альбедо Рейн Дотер. Королевство Каэнрия разрушено небесными принципами, что привело к падению династии Затмений и всей цивилизации. Нарушение Каэнрия разрушение Каэнрия вызывает разрушительный эффект. Такими Токамины Рассекатель Тумана и Микоши Чьё были среди тех, что вместе с Эй действующей как Сёгон Райден вели кампанию против Темных Сил возникших во время Катаклизма. В конце концов Токамины побеждают монстры и он исчезает, несмотря на его решимость вернуться к Ассасе Хибики. Чьё целиком проглатывает зверь греха с телом тигра и головой змеи. Хотя ей удается разорвать зверя изнутри, она запятнена его глубоким грехом. Незвестно в каком году Чьё направляет свой пеленок на Эй, но терпит поражение и изгнание и сгоняется. Это предательство бросает тень на репутал сглана Некуши. Со временем сказка о укусе тигра Чьё превратилась в сказку о Торре Чьё. Мужчине лейтенанте Бал. Известно в каком-то, неизвестно в каком году, Кицуны Сайгу поглощают темные силы и большая часть её воспоминаний растворяется. Испорченные останки её воспоминаний в конечном итоге проявляются как казарин. Во время разрушения Кэнрия, Макота оставляет Эй, чтобы защитить Инадзуму, и Макота в одиночку идёт в Кэнрия, где её убивают. Когда Эй прибывает в Кэнрия, она находит Макота в умирающей у неё на руках. Она входит в разум Макота и слышит последние слова Макота. Эй решает спасти царство сознания Макота и вернуть их в Инадзуму. Когда Эй возвращается в Инадзуму, она обнаруживает, что священная Сакура чудесным образом появляется на вершине горы Йогу. Хотя по мнению всех остальных священная Сакура существовала веками. В конце концов Эй признаёт, что дерево результат чуда окружающего сознания Макота. Сила священной Сакуры помогает Эй победить монстров и подавить катастрофу в Инадзуме. Пост катаклизм между 500 и 100 годами назад. После катаклизма Эй официально становится Электроархонтом после смерти Макота. Поскольку она была Кагимушей Макота и приняла титул Макота как свой собственный, большинство не знает о смерти оригинального Архонта. Разочаровавшись в Селестии после того, как стала свидетельницей событий в Кэндре и в своём горе из-за потерь, которые она понесла в ходе катаклизма, Эй решает обрести Вечность, создав Марионетку по своему подобию. Сначала она экспериментирует с технологией и создаёт свой первый прототип, который принимает форму молодого мужского сосуда. Увидев, как он пролил слёзы после своего создания, решает, что он слишком деликатный, чтобы обращаться с сердцем Бога. Вместо этого запечатывает его силы и оставляет его жить своей собственной жизнью. Теперь, вооружившись знаниями о том, как создавать Марионетку, она делает несколько других неудачных Марионеток, прежде чем отказаться от своего стремления создать новый сосуд для полного размещения сердца Бога. В конечном итоге Эй создаёт Марионетку, известную просто как Сёгун. предназначенную для управления Инадзумой на основе установленных ею правил Вечности. Представив Сёгуну соответствующую информацию о себе и сбрасывает свою физическую форму, чтобы войти в план Эфтюмии, где она будет медитировать всю Вечность, чтобы предотвратить эрозию. Прежде чем войти в план Эфтюмии, она передаёт своё сердце Бога Яймика. Пути трёх из Його расходятся, чтобы никогда не воссоединиться. Асаси-хибики возвращается в храм Асаси на острове Сейрай. В конце концов она оказывается вовлечённой в восстание Аку Дамейки против Сёгуната и Надзума. Камуна Хару-Носке уезжает в Ли-Ей, чтобы исследовать более могущественному пути биодерсов. Микоши-Нагамаса, чтобы восстановить название клана Микоши, после того, как Микоши-Чиё направила свой меч на Эй, присоединяется к Сёгунату и становится инспектором Татарасуни. Микоши-Доу-Кей, биологический сын Чиё, уходит в уединение в лесу возле деревни Кондо из-за стыда за действия своей матери. Великий Тэнгу, разгневанный своей неспособностью защитить Кицуны Сайгу, покидает царство смертных и оставляет свою дочь Тэрую. В неизвестном году Докей встречает Тэрую, когда она находит его в лесу. Она дарует ему имя Ивакура. И после этого он известен как Ивакура Докей. 13 лет спустя во время их десятой дуэли Докей наконец ловит Тэрую. Тэрую дает ему титул победитель Тэнгу и решает исчезнуть из его жизни, чтобы сосредоточиться на своих обязанностях перед своим кланом. В неизвестном году Такамины Рассекатель Туманов каким-то образом появляются из бездны после многолетнего исчезновения в Тэйваде. Он встречает Ассаса Хибики, которую все еще узнает, но она тут же убивает дебан. В неизвестном году спират Акодамэки с займом с острова Исэйрай поднимает восстание против Сегната. Хибики, которая вспоминает Токамины Токамины, когда видит его, решает помочь его делу, а позже использует магию, которой она научилась у Тэнгу, чтобы освободить печати над островом Сэйрай. Это высвобождает затянувшиеся ненависти громовой птицы, чья сила проявляется в виде массивного электрошторма в центре острова. Раздробила остров Сэйрай и унесла корабли Сегната и Акадамеки далеко от острова. Сегнат эвакуирует жителей острова Сэйрай и переселяет их на остров наруками. Хотя в области непосредственно окружающую храм Асасы не затронута ненавистью громовой птицы, храм остается заброшенным за исключением Нека и других кошек, проживающих там. Ивакура Докей развивает стиль меча в искусстве Ивакура и становится инструктором по мечу в клане Кудзо, получив титул Долуи. После того, как Докей развивает технику сметателя Тенгу, создается серия марионеток Магу Кенки, смоделированных по его боевому стилю и воспоминаниям. В неизвестном году после создания Магу Кенки, Аката Мейки побеждает куклу Магу Кенки и забирает ее себе. Однако, корабль с ним каким-то образом теряется и терпит кораблекрушение на архипелаге Золотое Яблоко. В то время, как морякам в конечном итоге удается сбежать с архипелага вместе с первоначальными островитянами, марионетка остается позади. В неизвестном году Ярой, которую Кицуны Сайго обманывает, заставляет держаться подальше от конфликтов катаклизма, считает, что она все еще играет в прятки. Однако, не в силах заставить ее показать себя, он начинает разбивать статуи Кицуны вокруг острова на руками и в одной из них находит важный на вид гребень и катет его. Сягунат узнает о выходках Ярой и отправляет Харуноски, вернувшегося в Инадзуму, разобраться с Яройем. Харуноски запечатывает Яройя и многих Баку Дануки в каменные статуи. Некоторое время спустя Харуноски проводит малую чистку с помощью Казари. В неизвестном году пробуждается первый прототип марионетки Эй. Не имея собственного имени и имея только перо в качестве доказательства своей связи с Сёгном Райден, он бродит по Инадзуме. Его находят Йорики Микоши Нагамаса. Микоши Нагамасы Кацураги в Татарасунии и он присоединяется к группе. Группа, состоящая из Нагамасы, Кацураги, Канжиро, Назому и офицера оружейной палаты Миядзаки, другие в группе называют его трансфующим чудаком и безымянным чудаком. Нагамаса кудет свое главное достижение Дайтатара Нагамаса. По тратности Назому рисует Нагамаки. Это японское холодное оружие, состоящее из древковой рукояти с большим наконечником, чем-то похожим на колесо. А Кацураги и странник используют танец с мечами. Исполняют танец с мечами. По неизвестным причинам остальная часть группы в конечном итоге ищет странника, но не находят его. Кацураги совершает зводеяние, в результате чего Нагамаса приходит в ярость и смертельно ранит Кацураги, прежде чем бросить Дайтатара Нагамасу в печь. Но дому бросается в печь, чтобы спасти клинок, но позже умирает от полученных ран. Впоследствии Каджиро прячет остатки меча, а также картину Назому в арсенале. И сам Нагамаса и Дайтатара Нагамаса становятся известны как Кацураги Кири Нагамаса. Кацураги разрубающие Нагамаса. Нагамаса и странник вступают в драку. Окончательная судьба Нагамаса неизвестна. После этого странник покидает Татарасуну. В конце своих странствий странник называет себя Куника Зуши. От японского слова разрушитель страны. Наткнувшись на Фатуй он находит их интригующими и решает присоединиться к ним. В конечном итоге став предвестником Скоромушем. В какой-то момент священная Сакура принимает форму головы Китсуны в результате заботы Китсуны о священной Сакуре. Недавнее прошлое. Примерно сто лет назад. Несколько лет назад эксперты из Фонтейна прибывают в Татарасуну чтобы построить печь Микаго использующую энергию Татарьгами. Несколько лет назад клан Кайдыхара распался когда Кайдыхара Казуха стал молодым хозяином клана. Десять лет назад чтобы отомстить кузнецу Клинков Скоромуш руководит падением искусства Райден Гокаден уничтожив три из пяти школ Прежде чем потерять интерес к своему проекту и отказаться от него его месть заключается в подстрекательстве известного кузнеца к предательству Инозума. Поскольку Кузнечное дело и Райден Гокаден рассматриваются как культурное учреждение они находятся находились под юрисдикой комиссии Яшира. В результате их неспособности предотвратить ситуацию ситуация нанесла большой удар клану комиссата Исцедент приводит к тому что глава клана комиссата и комиссата Кайо родители комиссата Аято и комиссата Аяки сильно стареют и умирают от болезни Затем Аято становится главой клана комиссата Яймиго предсказавшая что клан комиссата сыграет важную роль в будущих событиях Инадзумы внешне вмешалось в решение клана комиссата перед сегунатом Райдом и избавило их от наказания Один год назад когда Фатуй дергая за ниточки и манипулируя комиссией Тэнрю и комиссии Ханзио Сёгун внезапно издает указ Сококу о закрытии границ Инадзумы и указ об охоте на глаз бога приказ захватить все глаза бога и пределы своей границы кроме того с тех пор неизвестно появилось ли какой-либо новый глаз бога электро хотя ранее существовавшие глаза бога все еще можно использовать Райден Эй знает что за этим стоят Фатуй но не считает их угрозой вечности и не вмешивается Сопротивление Санганамии создано чтобы сопротивляться указу об охоте на глаза бога С тех пор армия Сигуната и сопротивление Санганамии находятся в состоянии войны которое зашло в тупик помимо сопротивления есть человек который протестовал против указа об охоте на глаз бога объявив дуэль перед троном против охотников за глазом бога однако он проиграл Кузо Сари заместителя охотников за глазами бога а затем был казнен Мусул Нохи Татачи Эй обереги подавлявшие Арабаши были уничтожены фанатиками Арабаши с помощью Натана агента Фатуй внедрившегося в армию Кататсуни это привело к повторному распространению Татаригами в разгар гражданской войны печь Микага начала давать сбой что вынудило к Савьера возвести защитный купол чтобы задержать Татаригами Татарасуна превратилась Татарасуна перестала функционировать и был отдан приказ об эвакуации Настоящее время вмешательства путешественника Указ об охоте за ведениями отменен благодаря совместным усилиям путешественника Яймика и армии Вататсуми Перемерия между комиссией Тенрё и армией Вататсуми согласована и при святительских показаниях путешественника События мимолетные сны проходят Священная Сакура посажена и перенесена в прошлое Эй и Сёгуна договорились о новых условиях вечности и указ Сококу был отменен Вместе с Казари путешественник проводит последний ритуал очищения Священной Сакуры на острове Нарухами Вместе с Ксавьером путешественник путешественник разрешает инцидент в Татарсуми регулирует Татаригами и приводит Печь Микаго в нормальное функционирование Следуя инструкции Яма Канзи путешественник чинит многочисленные обереги которые были разрушены ранее тем самым прекращает Татаригами проникающим на острове Яшури путешественник помогает вновь запечатать громовое воплощение на острове Сейрай положив конец шторму и громовому бедствию опустошающему остров После этого путешественник исследует и узнает правду о тумане на острове Цуруми Он помогает Духуру выполнить обещание скана и капацетин А Дух громовой птицы снимает проклятие и туман с острова Цуруми По просьбе Цуюку путешественник становится героем в Атоцуми который ныряет в энгономию чтобы найти коралл кровавой ветви который помогает предотвратить распространение святой земли Извлечение коралла кровавой ветви вызывает пробуждение санга кораллей вторых фамильяров Арабаши Санга коралли это существа которые расщепляют грубую примитивную элементальную энергию на более мягкую элементальную энергию человеческого царства Однако на этот раз бездна сотрудничала с вишопами глубин При этом вишоп глубин набирали силы для спасения своих заключенных в тюрьму сородичей которые использовались для создания коралла Когда бездна достигает безопасных проходов через энгономию отношения нарушаются достаточно быстро но ущерб нанесен Энергия бездны препятствует эффективности цикла пробуждения этой санга коралли и по-видиму не будет кораллов кровавой ветви для последующего последующего вататсуми горю Всем спасибо за просмотр подписывайся подписывайся на мой канал поставьте лайк этому видео и не забудьте посмотреть другие видео на моем канале Всем спасибо еще раз увидимся в других моих видео видео Субтитры сделал DimaTorzok